Про протесты, про возможности их и про все то, что сейчас происходит в российской политике и с войной, как она изменилась или изменилась. Поговорим с политологом. Кирилл Рогов выходит в эфир «Популярные политики». Кирилл, здравствуйте. Добрый день. Позвольте начать с вопроса. Мы тут с Дмитрием минутой ранее обсуждали пикеты в Чите, связанные с ростом цен, и рассказывали про проект по мониторингу, который мы запустили. Он фиксирует, что огромное количество товаров дорожает. И очень часто звучат голоса тех, кто говорит, что социальный протест – это то, чего стоит ждать, что к осени совсем все подорожает, и люди поймут, какую цену платят из своего кошелька за эту войну. На ваш взгляд, социальный протест насколько реалистичен, насколько имеют под собой основания такие заявления о том, что социальный протест к осени, может быть, к зиме вероятен? Вы знаете, вообще социальных протестов, которые бы оказывали серьезное влияние на власти, я не помню с конца 80-х, с начала 90-х годов, когда это было. А вот дальше мы такого едва ли вспомним. Может быть, это связано с тем, что власти беспокоились об этом и сами упреждающие меры принимали. Но, в общем, это не то, чтобы вот такая вот штука, которую мы в сто раз видели. Хотя мы все время об этом говорим как о возможности. Но, ну, то есть бывают социальные протесты какие-то такие, но они, самые крупные, которые мы можем вспомнить, это, пожалуй, протесты против монетизации льгот в 2005 году. Да, но это было давно и совершенно другой реальности. И сейчас пенсионеры, наоборот, всем довольны, они смотрят телевизор, и это такая надежность для режима группы населения. Так что я бы, наверное, не ждал на вашем месте социальных протестов, как такого триггера политических изменений. Социальное недовольство может быть триггером, но обычно оно должно с чем-то еще соединиться, да, и тогда вот возникает такая горючая смесь. А что касается, очень, безусловно, станет хуже, и это произведет, скорее всего, тяжелое впечатление на многих, в том числе, например, на элиты. Но вообще, как бы, да, если вспомните последние 20 лет, то это такая эпоха краткосрочных кризисов. В 1998 году был кошмар какой-то, ничего нету, все скупается в магазинах, дефолт. Через полгода экономический рост, все пошло вверх. В 2008 году 7% ВВП, в 2008-2009 году там снижение было. Ну, в 2010 начало потихонечку отрастать. И сейчас, то же самое было в 2015 году, да, тоже был кризис, потом начало расти. И у населения такое представление, что вот даже сейчас, если есть неприятности, да, экономические санкции, там, что-то пропадает, цены растут, это через годик кончится и пойдет опять все вверх. Это просто такая привычка выработалась. И чтобы она сломалась, должны произойти какие-то серьезные вещи. Либо это вот очень серьезное экономическое потрясение, а оно возможно. И либо это долгосрочное ухудшение. Когда я говорю, что экономическое потрясение возможно, я имею в виду, что мы сейчас не очень понимаем, какой может быть уровень фактически безработицы осенью. В связи с нарушением логических цепочек поставок, логистики, могут вставать многие производства. Часть из них уже стоит. Но пока людям выплачивают зарплаты. А вот осенью как раз это уже станет не очень удобно и не очень возможно. И тут возможно ухудшение. Но тоже не стоит ждать сразу социальной революции. Кирилл, во-первых, я хотел нашим зрителям сообщить. Я прочитал у вас о том, что вы запускаете некий проект, который объединяет аналитиков и экспертов РиРаша. И вот как раз хотел спросить, из обсуждений с вашими коллегами-политологами, с экономистами, в принципе с экспертами по главным, по текущим вопросам, есть какое-то понимание, консенсус в вашей среде о том, что вот, как российским властям действовать сейчас, есть ли какие-то пути отступления, не в военном плане, а именно для внутреннего рынка, как людям объяснять последствия этой войны. Ну то есть сейчас на кураже, сейчас пропаганда закидывает всех новостями о героических победах, но через какое-то время люди устанут следить на федеральных каналах за войной и просто посмотрят свой кошелек. Кто-то остается без работы, кто-то не может ходить в магазин и позволить себе что-то, кто-то не может купить машину, в общем, поймут, что что-то происходит и что-то не так. Вот как российская власть должна себя вести, какие у нее есть пути отступления, что говорить обществу, когда спадет вот это вот у ярых, самых ярых сторонников войны, как это назвать, я не знаю, даже пелена с глаз. Действительно, мы запустили сегодня этот новый проект, это мой новый проект, он посвящен такой, это такой агрегатор и обзор аналитики и экспертизы по России. Мы хотим там собирать разные экспертов и обозревать, где что делается, что такого важного по России пишется, какие-то данные новые выходят. Это, в общем, вот такой новый проект, что-то среднее между медиа и Think Tank. И надеюсь, что как бы это все будет работать и будет интересно, это важная такая ниша. Что касается вопроса, вот мне понравилось, что, знаете, как российские власти собираются отступать. Но есть предположение, что российские власти собираются наступать. В частности, вот сегодня, когда вышел, как бы мы открылись, наш сайт, этот проект открылся, мы там публикуем статью Сергея Бакуленко, известного аналитика энергетических рынков, где он говорит о предстоящих нам энергетических войнах. И его мысль заключается в том, что на сегодняшний день, вот мы все говорим, сейчас на нас наложат, на Россию наложат эмпарго нефтяное, газовое. На самом деле это очень сложно. Это очень сложная задача, лишить Россию этих денег, этих доходов. И она настолько сложна, что российские власти, сознавая это, возможно, сами будут провоцировать энергетический кризис, чтобы показать, что их невозможно лишить, этих доходов. И, в общем, как будет энергетическая война или нет, это вопрос, но к ней многое готово. И это очень сложная такая проблема, которая нам предстоит. И это российские власти сегодня рассматривают скорее как свой козырь, который у них есть в запасе, и не намерены пока отступать, а думают о наступлении. И это надо четко понимать. Что касается граждан, то они не собираются ничего объяснять, они надеются, что сегодняшний уровень репрессивности режима, плюс довольно высокие доходы от нефти и газа, которые они имеют, и которые они считают, что у них не сумеют отобрать, это обеспечивает им вполне комфортную и безопасную позицию, среднесрочную такую, на ближайший год. Ну, а там посмотрим, как-то тоже будут еще больше людей адаптировать к тому, чтобы жить похуже. Здесь тоже очень важно в таких вещах, знаете, что даже не абсолютные масштабы изменений, а их скорость. Вот когда некоторые изменения происходят очень быстро, то никто не успевает среагировать. Власти не успевают людей адаптировать, не успевают подготовиться, не успевают придумать что-то, чем они будут компенсировать, и возникает такой зазор, из которого появляется политическая динамика. Или, например, наоборот, власти ожидают, что произойдет одно, происходит другое, и они тоже не успевают на это среагировать. В общем, вот такая вот временная, все время такая-то борьба, она очень важна. А если ухудшение происходит долго, очень постепенно, то такому, в общем, достаточно укорененному и репрессивному режиму у него есть возможности и способы, он находит способы подготовиться к этому, людей подготовить, самых буйных там куда-нибудь заткнуть, кому-нибудь дать денег, еще побольше сделать силовиков, и как-то так вот, не мытьем, не катанем. Так что не нужно думать, что вот есть такие предрешенные инерционные сценарии. Их нету. И в любом случае это такая игра со временем, игра каких-то дисбалансов, перемен. Вот, скажем, если представить себе, что какое-то произойдет к осени ухудшение труп на фронте и одновременно ухудшение в экономике, вот это может создать такой темный фон, который переменит настроение части людей, которые сейчас настроены достаточно оптимистично. Они считают, что у нас сейчас западники на нас наступают, санкции вели, но это все фигня, через полгода мы оправимся, все будет нормально. И когда сломается их ощущение, вот здесь может у них быть такой шок, а что так, как так, а что... И они начинают менять свое мнение. Ну вот, какое такое у меня видение. Кирилл, спасибо, что разложили все по поводу внутренней российской политики. Хочется спросить вас не про Россию, а совсем наоборот. В Великобритании сегодня главная новость, это то, что пытаются отправить в отставку, вынести вот им недоверие Борису Джонсону. Во-первых, хочется спросить, насколько это реально, во-вторых, что стало причиной? Вот эти только самые вечеринки или есть какие-то те подводные камни, которые, не знаю, мы не видим и которые в новости не попадают? Вы знаете, я не специалист по британской политике совсем, я не буду комментировать, потому что я не знаю, потому что и вы, вот из новостей, также у вас могут спросить, скажите, пожалуйста, а вы что думаете? Ну, то есть мне не хочется влезать на сферу, где я недостаточно компетентен и это не мое. Окей, а на ваш взгляд, окей, это понятно про то, что сейчас происходит там в Великобритании, а про именно Джонсона, если спрашивать, он сейчас является одним из таких лидеров, тех, кто высказывается против Путина и ярко вводят санкции. На ваш взгляд, его отставка как бы ослабила бы ситуацию, или кто бы ни пришел сейчас в классе Великобритании, все равно продолжится курс с антипутинской риторикой и с последовательными санкциями против олигархов. Я думаю, что в значительной степени это будет так, в значительной степени это будет продолжиться та же самая риторика, но нюансы важны, и насколько она будет мощная, последовательная, это я не знаю. В этом смысле действительно Джонсон сейчас играет такую очень важную роль, и эта роль связана прежде всего с тем, что у нас нету лидера европейской политики, то той роли, которую европейская политика традиционно занимает как канцлер Германии, она сейчас отсутствует. В очень влечении, ну как правило, в заключении некоторых периодов британский премьер очень важен во внешней политике, как бы Европа в целом, и еще существует канцлер Германии, который тоже играет очень сильной фигурой. На сегодняшний день как бы есть некоторая неопределенность во Франции, потому что там лидер какой-то такой, он вроде бы активно занимается внешней политикой, но как-то непонятно, чего он хочет. И он не формулирует каких-то жестких стейтментов, которые формируют идеологию, вот эту рамку политическую. Он не формулирует Макрон, я имею в виду. Но немецкий канцлер, он тоже не играет этой роли, потому что там какая-то коалиция, он может быть слишком для этого, он только что появился на этом посту, у него не получается. И поэтому тяжесть сегодня, как бы для меня, такие самые важные части европейской внешней политики, это Польша и Лондон, как ни странно. Вот, и в этом смысле действительно Лондон играет очень большую роль. Ну и не совсем понятно, что будет с его позицией, после того, если Джонсон вдруг сместят, и кто-то будет другой. Хотя, конечно, все равно эта позиция будет в большей степени проамериканская, то есть более жесткая в отношении России, чем позиция континентальной Европы.